hello everybody hi most students hello friends вот прошел четырехселенный по моему фильм золотой козленок козленок ну мы знаем кто такой козленок это такой крупный международный авантюрист он участвовал в ограблении гухрана но он тогда не гухран а временно было другое название даду комитет какой-то по хранению ценностей это было специально сделано для того чтобы его можно было легче ограбить и меньше посторонний глаз за ним чтобы минфин не наблюдал там отстегнуть от минфина и от других министерств а независимую такую компанию создать для что посторонних глаз не было когда вот его начинают грабить да всегда немножко реструктуризация и новое начальство там появляется всякие абрамовы там и так далее ну и до них крупнейшее ухищение было сделано ну можно сейчас назвать фильм это все закончено где-то 2001 годом когда был вынесен приговор 200 томов уголовного дела козленка его подельников среди подельников то собственно начальник вот этой к это все драгоценности который хранился да но но предпенсионного возраста и 2 московские фамилия московский там тоже важное лицо они оказались крайними и еще один майор с петровки 38 где собственно был кабинет козленка он серьезную фигуру был у него там свой кабинет был на петровке 38 почему именно петровки 38 потому что мы сейчас вот эти протоколы протоколов science возьмем да возьмем мы посмотрели изучили видим что это в точности действуется по этим протоколам то есть вот такая компания на создается и сказано что это же все в наших руках руках ахабада и сионистов и в руках вот этих сионских мудрецов все ценности находятся у нас и мы хотим так распоряжаемся вот поэтому тут уже ничего это просто перемещение но так было сделано что руками как говорится гойских вот этих полицейских с петровки 38 это было все сделано под наблюдю под тщательным наблюдением конечно филикса иммундович он наблюдал непосредственно за этим вопросом но они раскрывая себя да но были там отдельные товарищи которые наблюдали за этим но они не не имели не смели перечить важному к так глазу кто тогда дабы был то патрушев до наблюдатель то их не самый главный вайзмен с с лубянки то есть лубянка и петровка действовали здесь в паре и соответственно ограниченный круг лиц кто знал то ельцин знал об этом перемещении это однозначно и знал об этом и чарном ордена и тот кто до него будут еще одном ордена вот этот гайдар вот вот эти были круг лиц которые непосредственно сверху крышевали то есть кабинет министр был знал и там совет при нем при был соответственно сформирован который давали разрешение чтобы могла полиция беспрепятственно посмотрев на документы пропустить и вывести и все такое прочее ну часть конечно этот подельник забрал себе и все сложил туда на петровку правая рука вот этого нашего героя козленка золотого козленка да помните как козле изделил деньги в золотом теленке оставь бендер да как там мой девилон деньги это мне это мне это стопует а это вот таким образом это шутка здесь тоже козленок он как бы был руководитель этого всего дела от кого был поставлен неизвестно это может быть там тоже генерал какой был курировал это типа не генленский вот эти вот персонажи оперные персонажи до пушкинские фигуранты а вот его курировали он закончил российский экономический университет имени плеханова не ленина плеханова вот и защитил там же кандидатской диссертации кандидат экономических наук и пошел 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 по этому спекулятивному делу начался как там в кино сказано с торговли этих противогазов до слабо развитым странам и слабым на голову людям до надевал противогаза вот эти за большие деньги ну и дальше он включился такой в крупные вот эти ваферы и достиг большого масштаба большой связи естественно у нас какая лакмусовая бумажка вот когда компромата нет на человека или очень-очень мало и компромат старый еще 2001 года 2000 года то есть когда дело дело вот это было при пришли то значит мы видим что этот человек был связан и с лубянкой с петровкой он был одновременно из мвд и там он был и там и там агент и плюс еще вероятно ну как он является козленок то естественно как гражданин израиля вот это вот этого селонских во изменов представитель вот мы видели там в кино если посмотрите в ютюбе есть называется золотой козленок четыре серии нтв фильм нтв был поставлен вчера буквально последней серии было и он до сих пор ведь не найден от козленок его нету вот 60 лет ему исполнилось прошлом году по моему в октябре до 60 лет и сейчас 61 и 62 это золотое сечение мы считаем да от сотни 062 получается золотое сечение да и вот если он появится но уже в америке вроде зарегистрировано было город голден а да да золотое золотая сумма да ада это же как одежда это суммирование золотая сумма туда до кучи было переправлено вот сколько там был перепаду в основном то разнообразие там и всякие средства но в основном алмазы потому что самое маленькое и самое очень дорогое там ведро алмазов этих он переправил а то может и никто не учит потому что там учет очень плохой что интересно что там где больше всего ценностей всех всех хуже учет потому что чтобы свободно было можно зайти и взять вот этим возьменно хорошим людям да то есть там никакого учета даже если какой-то учет появляется он потом исчезает сгорает или там пропадает куда-то уборщица выбрасывает это списке все это в компьютере допустим там системчик сотрет и или все такое прочее то есть вопрос особо не государственной важности потому что государство тут как выступает как просто этот пёс на этой на дачу у сайонских мудрецов вот и смотрите какие сейчас наказание за мелкие преступления огромные вот видите если выйдешь допустим там сейчас на улицу даже в магазин идешь уже слышишь ты из мудрюгальника вот эти гойские полицейские они вещают что вот разойдитесь по домам соблюдайте самоизоляции что интересно да как подло написано да самоизоляция то что сам себя изолируешь а мы тут ни при чем мы тут там в нового горюве сидим и под знаменами там костюмчика носим под знаменами да на 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 стуле какашку расположили свои и вещаем там порядок дня дальше когда пойдем на работу когда не пойдем месяца еще от сетки недели от сетки мы вещаем а вот здесь уже самоизоляция то есть ты как бы сам себя изолировал уже мы тут ни при чем и зарплата никакой тебе не полагать хоть она вещать что там сохраним зарплаты но 30 процентов они не получили зарплаты люди то вот ну пенсии правда пришли раньше даже на два дня некоторым кто на домах получать пенсионеры вот очень жестокий вот сбежал допустим человеку которую еще только подозревают еще мозгок не взяли а он сбежал и все ему уже тюрьма по прям объявляет по матюгальнику уголовное преступление штрафы там если он вышел из больницы там куда-то за сигаретами все уже там пять тысяч штрафу как минимум а если далеко вообще сбежал то уже тюрьма принудительно все тебя под белорученьки как вот забирает как преступника настоящего то есть почему потому что в своих личных интересах нарушил карантин самоизоляцию самоизоляции это может быть двух вопросов самоизоляции как-то ты себя самоизолируешь нарушаешь самоизоляцию в государственных целях то есть когда ты на работу идешь ты нарушаешь самоизоляцию но ты идешь в государственной цели тут уже ты не преступник согласно протоколу союниш вайзман ухмай вайзман а если ты самостоятельно самостийно в своих личных интересах тебе конечно и накручивается приличная кара да и как мы видим согласно этому кино ведь преступление никто за это не ответил этому дали 6 лет потом с костей до 4 потом он отсидел еще меньше козленок и сразу прыгал куда-то там в горы слинял там стран много сменил и все даже до греции добрался и там концы его исчезли окончательно и вот видите с 2004 года когда он видим в 2004 третью жену женился на третьей жене ее фамилия была тимофеева и он взял фамилию третьей жены и с тех пор его никто и не знает ну знает только то что вот голда надо опять открылась уже в америке не как какая-то другого фирма подрогаться до сима там каким-то другим финансовым бумагам на бирже такая вот голда надо открыл ну кто там хозяева это же секрет там невозможно знать это все понятно вот кто там бенефицары но с ведром албазов какой то есть он ведро албаза забрала там то где-то прикопал ну конечно человек нужный и потом если же не только пластическую операцию сделал но еще как козленок он сейчас обнаружен как георщик да и георны георнутый то он может и в израиль уже сидеть а изра выдачи нету да как говорится да но выдачи нету и от подолков тоже выдачи нет даже как преступников убийца они тоже не выдают даже по по линии интерпола когда запрос идет они вот этого не выдают же печушкина какого-то которое по линии ходорковского убивал этих конкурентов там неугодных которые собственность не хотели сдавать ходорковского вот таким образом и они ушли все от ответка зенок ушел потом вот этот который охрана тогда руководила но тоже как пенсионеры он попал под это под амнистию и полностью чистый вышел и московский тоже этот вышел все на вывод какой согласно то есть они действовали не в личных интересах поэтому вот они долгое время оставались живы и многие сейчас до сих пор живы фигуранты ведь собственно черномырдин ельцин значит но единственно то не своей смертью помер этот вот этот гайдар потому что его траванули явно но много на нем чистос может быть и вот это дело тоже по ограблению тоже он был инициатор а цель то была перевода вот этих активов то есть вот этих ценностей в америку какая во первых обеспечение всех этих предварительных компаний потому что там надо было тоже закупить президента там сначала обаму потом в дальнейшем следующего президента и так далее так далее и клинтонши давали на выборы тоже из этих капиталов видимо как говорят и плюс ельцина обеспечили в девяносто шестом году вот эту пляску и свистопляску девяносто шестой год то есть это все было под руководством под четким руководством этой же всей семьи комарилии да которая ограбила гохран очередной раз ну какая белый придут грабит красный придут грабит и гохрана сразу открывает свои двери вот так что я хотел сказать по поводу наказания преступления наказания вот они пишут протоколы да это какой у нас протокол ну неважно какой потом скажу вот жестокость наказания видите суровость все зло исчезает после первых же примеров сурового наказания орел над нашей власти требует целесообразных то есть жестоких наказаний за малейшее нарушение ради личной выгоды о чем я и говорил то есть многие избежали наказание того что действовали указанию свыше то есть а ельцин был масон мы знаем он мальтийском ордене сразу их там всех приняли еще перед тем как назначить его президентом там рсср вот таким образом по указанию гроссминистра в интересах конечно и финансов кругов израильских они и перевели вот эти средства поэтому они не наказаны и вот 22 протоколе что написано в наших руках величайшая сокровищная сила современная сила золото но под золотом здесь подразумеваются любые вот такого эквивалентной ценности да в два дня мы можем его достать из наших хранилищ в каком угодно количестве то есть вот это просто исполнитель и вот это делает тоже сам козленок это такой же исполнитель поэтому он очень хорошо отделался тем более он там язык не распускала в отличие от этого его подельника майора милиции к которому был правой рукой его сразу повесили в этом же сам в здании суда не довели до суда потому что он мог проболтаться про правы шестинов которые были связаны потом уже ведь он же 50 килограммов золота это майор то этот спрятал у себя в сейфе когда пришли туда с обыском сейф скрывать они скрыли и ушли а он ночью пришел скрыл и 50 килограмм золота перегрузил и прятал ну когда его схватили начали пытать где золото он показал вместо где вам золото спрятал когда туда пошли там конечно никакого золота нет она уже он даже сам не знаю ну так вот как все сделано было хитро но оболтливый человек конечно как тоже как и этот березовский был на шарфе где-то там повесился и давно на каком-то шнурке вот а то есть видно что вот причина почему люди столь совершившие столь крупные преступления уходят от наказания и как вот этот вот улюкаев который просто взял какой-то чемодан там каким-то несчастными двумя миллионами руб деревянных рублей там или чего оказался в тюрьме на долгие года пошел по по этапу пошел на долгие года что тут еще у нас есть это мы рассмотрели это рассмотрели значит жестокость наказания вот и осталось нам что это все я прочитал всю тюрьму по этому делу из протоколов то есть мы видим самое главное что есть в любой момент мы можем любую ценность из любого места достать и переложить другого потому что это наше личное дело что мы должны посмотреть про козленка если я найду ссылки козленок вот анатолий борисович тоже да вот мы видели что в деле голда надо голда найда да поставлена последняя точка но это когда она была поставлена а президиум верховного суда это пишет компромат вот одна из двух страниц компромата даже одна страница компромата посвящена этому делу из всего вот обычно допустим на это уже вот младшего лейтенанта хинштейна это море компромата а этот пожалуйста украл сколько и всего одна страница 1230 308 htm находится в пропавка на сайте компромат.ru предъявлено суда на днях по новой раз рассмотрел скандальное дело в отношении одного из руководителей фирмы голда надо андрея козленка его ряд крупных крупных да крупных то не взяли и чиновника в том числе бывший главу роском драгмета это который вот временно сделали вместо вот этого кохрана да его назвали роском драгмет бачкова поставили вот саму главного который собственно и выдавал все ценности иначе отдела аппарата правительства вот из правительства начальника отдела аппарата игорь московский да вот они участвовали в этом дело и беспрецедентным алмазами и золотом на 200 миллионов посчитали на 200 миллионов чё-то они скромно так посчитали все они весной 2001 года отделались мягкими приговорами больше всех шесть лет тюрьмы нож козленок но ему скостили скостили и он вышел на свободу вот козленка в такой приговор не устроил он протестовал его в президиуме верховного суда который на днях приговор оставил силе уже окончательно однако и тут без скандала не обошлось по вашей информации сам козленок уже давно куда-то исчез сейчас недоступен для партнеров для спецслужб не для адвокатов сменил фамилию козленок вовсе не случайно человек очень хорошо знали в мвд особенно в гвд столицы рассказывать что он запросто бывал на петровке 38 и даже имел здесь свой кабинет это уже пишет сайт вторая страница flb.ru это такой сайт в общем посвящен вот этим всем преступлениям расследованием федеральный сайт расследований и в разделе инфопринт на странице 5033 html вот он пишет здесь что бывший майор сергей довбыш сергей довбыш от правой рука козленка проявивший определенную искренность в суждениях то есть стучать начал большого прискорбия приговора не дождался к военной камере мещанского суда москвы по другим данным в туалете он был найден повешенным не повесился 1 найден повешенным как заметил один из свидетелей бывший министр финансов борис федоров который тоже в бузе сейчас почал на вывоз такого количества драгоценностей заграница должно быть распоряжение как минимум премьер-министр а премьер-министром кто-то был тогда после черноморья но черномордина был он до 99 по моему был черномордина и был вот да и борис федоров тоже язык протянул его сейчас нету с нами бывший министр финансов которым в принципе должен принадлежать вот этот гохран и вот эта информация 2 6 2000 года вот вот такая видите старая только информация про этого козленка и больше компромата на него нету интересно я думаю да интересно но самое главное что вы взяли в какой-то зарубежной стране по какому вы думаете поводу по несчастному поводу что-то визу него была просрочена долго долго бились через интерпол они поняли что это уголовное дело пытались его арестовать но виза просрочена потом 20 20 там чего-то миллионов тугриков подложил ничтожная какая-то сумма для него оказалась его под этот залог выпустили он оказался уже в майами да вот какой рассеянный сын сара моисейны но это я так шучу но во всяком случае он оказался в греции потом да он сначала же на украину после суда он украину среднем почему потому что какой-то был там кгб возглавлял фидорчук по моему да фидорчук и с геком да и вот этот он видать грабил вместе с этой компании там вот этот председатель кгб ты который тогда был фсб фидорчук или кто-то вот в эти годы который был в начале до девяносто пятого года когда следствие началось по нему вот и вот этот вот эти товарищи которые тогда были все они были конечно в курсе дела и тщательно берегли этого козленка все-таки когда его там арестовали вот западная полиция еще до того как он выкупил себя за эти 20 золотых то значит на нем обнаружен на теле след от оптического прицела то есть какое-то пятнышко вот такое ну как загорает бывает солнышко пятнышко до нас лета довольно мощный глазерный луч и видать близкого расстояния на него прицелились вот видите не берет смелую пулю боится смелого штык не берет да вот почему потому что крыша хорошая только только из-за этого и сейчас мы посмотрим конечно с пифагором вот этого товарищ но следует отметить что никто не проверял его личную жизнь и по подозрению вот по лично по моему который у меня возникла из-за из-за залеза его матрицы пифагора следует что он участвовал в убийстве своей второй жены который скончался в возрасте чуть не сорок там 7 лет что ли она скончался на 2004 году она неожиданно откинул коньки несмотря на то что у них был общий уже ребенок от первой жены ребенка нету а потом он женился третий раз и уже взял фамилию жены и стал тимофеевым вот с датой дата известного в этом в википедии проставлено что интересно на помощь большую не оказали молодцы проставили 100 до дня дату в эту гибели вот этой второй жены поэтому мы смогли сопоставить совпадение как в метод мы криминальный наш метод использовать и вот эту версию никто не проверял а тут конечно ему большой уже срок светит большой срок светил если бы интерполу предъявили вот эту предъяву в 2004 году то конечно либо пола разобрали но под полом бы его нашли потому что преступление связаны с убийством и там диверсиями всякими терактами они интерпол очень шустро раскрывает и находят шустро но не принимает никакого своей бодрости не 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 допускает при раскрытии вот таких вот экономических преступлений всяких административных и так далее так далее то есть наплевать им на золото все а вот эту диверсия убийство криминал все это не очень хорошо отслеживает вот мы сейчас посмотрим его козленка как он выглядит его портрет 26 октября 59 года это год свиньи но это очень властные а тайна они а внутри себя властные так и своевольные люди и видите какая сумма 14 вот он поэтому долго и скрывается нигде его не найдут ну дельта конечно разрушитель плюс он естественно рептилоид это сто процентов рептилоидом это конечно свой среди своих и три девятки смотрите он очень он очень общительные все знания его схватывает на лету и со всеми договориться может ну вот у него вот эти две двойки они его видимо свели в могилу есть может быть его прикопали где-нибудь уже если он слишком много там что-то сказал где-то ну во всяком случае 62 года будет ему наверно будет известно где он делся и ведь у него характер то генерала недаром он сидел там на это петровке 38 и вот по женам то у него тройка да три жены три ребенка неустойчивость также мизантропия много привычек его цели цели выбирает так так что они не соответствуют сильным сторонам а сильные стороны у него какие аналитический ум и интуиция логика плюс командирский характер ну так вот в армии мог быть был командир ну честно мог бы при такой матрице было честную карьеру бы сделал вполне не надо было ему химичить экономичить а экономика вот это довело вот эти две двойки он не находил свой прямой путь допустим в ту же военно-медицинскую академию не находил а я бы ему сразу подсказал при рождении что ему надо быть военным медиком вот или ученым связано с военной медициной что можно сказать про него про эту свинью на плеханова он так под благодушным видом у него видимо тоже до благодушие такое лицо довольно харизматическое но скрывается сильной воли и властность с другой стороны вот как кандидата он защитил может быть как березовский под видом осведомленности человек скрывает недостаток знания неточности и неполноту их этих знаний вот вот таким образом ну готов он у него что тоже хорошо готов работать с утра до вечера ну ни одну систему конечно надо было беречь и еще что его спасал великолепный стратег рассчитывал наперед как это все будет и здесь видимо да остапу бендеру далеко остапу бендеру далеко до нашего козленка да нашему козленку он и волка съест вот решителен на очень быстро и коварное действие вот это и говорит о том что он при конфликте с женой он мог бы ее уничтожить когда посмотреть 13 12 2004 дата смерти жены 13 число 12 месяца 2004 года и сравнить с вот этой матрицей которую я показал то будет совпадение по трем главным клеткам это третья клетка седьмая и восьмая клетка еще по дополнительным клеткам как раз на семейственность указывает вот эта тройка она тоже совпадает с днем смерти жены это еще это дополнительные указания которые вот этим ну видимо жена что-то знала может быть он там что-то проговорился потому что связи там очень большой там одну если указать какое-то имя то уже можем может быть он и был исполнителем как раз устранение своей жены вот это было бы основание как раз если бы это на детектор же его прокатать то было бы это ясно может было и за это уже его искать даже и гохрана не надо вот такие дела то есть мы крупное преступление если они не своих личных целях а в интересах вот хабада там израиля допустим какой-то банды ельцина семьи вот это то это мы отпускаем и все там сокращаем сроки вот как вот этот вот начальник охраны он до пенсии как раз у него пенсионер и плюс заслуги перед государством это все учли ему дали год и да и то она уже отсудил в кпз его зачетом от кпз отпустили на пенсию спокойно отдыхай товарищ ты сделал свое дело можешь честно отработал на государство не только на государство наружное но еще на сверх правительство отработал до которому надо было это все золотишко чтобы установить нужную власть сша а вот таким образом всего доброго до новых встреч слава пифагору и всего наилучшего здоровья сейчас у нас как идет корона этот вирус да ну действительно надо сказать что что-то в этом есть но не везде в америке то может быть да но все страны которые вот воровали и вывозили туда же в америку значит эти страны страны пострадали больше видите так она пояс идет вокруг нас китай туда до хрена возили вот эти зюгановы это это варьё это коммунисты это были варьё уже под конец видите как они сдали советский союз они даже против спекулянтов не вывели к партийных работе которые просто раздавили бы как клопов вот это девяносто первом году всех только надо было команду от зюганова а вот сучиной был человек из изначально он сучиной был и он никуда не годится это просто прости прости по политической проститутка как ленин говорил да цвет у него уже не красный хотя он любит в красную одежду рядиться там эти какие-то ветровки красные одевать шарф красный капорреф написать на себе все ну чем больше ты красного надел тем более видно что ты клоп по по маяковскому да вот выпал зюганов это клоп никуда никуда человек вот так вот и все страны италия смотрите сколько италии то наворовал это жуть какую-то франция германии тоже в германии там о людях заботятся хорошо там такие бонусы людям там нет такого понятия как самоизоляции там закидали их бонусами и деньгами и все мы они сидят спокойно там образец власть заботится от народе вот сейчас здесь а здесь он спрятался где-то давно у агарева или в этом загородном командно пункте при этом в целом объявил что рейтинг нашего гаранта возрос после вот этих двух в его выступлений из как говорится из разлива где-то он там выступал из разлива и рейтинг вот это тоже там есть у нас что-то такое ложь и статистика значит перед статистикой этого валерия федорова ложь снимает шляпу и склоняется валерия федоров потому что он ну на порядок он превзошел всякую ложь как как он опрашивает мы опрашиваем все время 1600 человек вот у нас есть во всех странах годах у нас есть свои люди 1600 человек но это мы постоянно эту выборку она достаточно нас выборка мы их и все время опрашиваем ну если вот то что надо мы и все и насчет этого и на основании этой выборки которые 1600 человек а у нас сколько там не 1600 у нас тут ну 140 миллион взять пусть если детей отбросить там 110 миллионов пусть 110 миллионов и 1600 человек это представительный выборка даже народ для нормального распределения не пойдет все на какое-то свое распределение федорова создает и лживые да вот таким образом он зависим как только он получает это и цифру дает ему последний раз он цифру высказал на радио кпз это высказал цифру о том что 74 процента уже одобряем с нашему гаранту 74 а как раз эта цифра то и фигурирует на том голосовании который еще будет еще а уже результат есть 74 процента и он выдает это все как как общее мнение 1600 человек он из экстраполировал на 110 миллион ну красота это даже чур чур отдыхает это тоже статистик великий да и это мадам коробочка тоже который эти коробочки все это тусует избирательные коробочки людоведкой и . мадам коробочка торговка мертвыми душами всего доброго до новых встреч